Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И на этот раз делюсь рецептом творожных колечек. Пышные, мягенькие и очень вкусные. Они отлично подойдут как к простому чаепитию, так и к завтраку. Конечно, они хороши и сами по себе, но также их можно подавать со сливочным маслом или с любым джемом. Несомненно, такие колечки особенно понравятся детям, а еще их удобно брать с собой. В качестве перекуса. Список ингредиентов для сегодняшнего видео открывайте под описанием. Итак, в чашу измельчителя сразу отправляю творог. Подойдет любой жирности, я в данном случае беру 5%. Добавляю сюда же сахар, соль, немного ванильного сахара и холодное сливочное масло для удобства, нарезанное кусочками. А также яйцо. Измельчаю все до состояния однородной массы без крупинок. Все то же самое можно сделать при помощи погружного блендера. Выкладываю творожную массу в миску. В несколько этапов добавляю муку с размешанным в ней разрыхлителем. И замешиваю тесто сначала лопаткой, затем, когда тесто станет достаточно густым, выкладываю его на стол, подпыленный мукой, и уже замешиваю руками. При необходимости корректируйте количество муки, так как творог бывает разной влажности. Долго месить не нужно, тесто должно получиться слегка липким и очень нежным. Раскатываю тесто в пласт толщиной примерно 8-10 мм, при необходимости подпыляя стол и тесто мукой. Затем нужно взять любой стакан или любую формочку. Я обычно использую стакан диаметром 7 см и вырезать круги. Лишнее тесто убираю. Затем я обычно беру или такое приспособление для удаления середины из яблок, или из кексов. У каждого кружочка вырезаю центр. Друзья, у меня на канале уже есть подобный рецепт творожно-тыквенного печенья. Ссылку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу. Отправляю колечки выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Остатки теста раскатываю и также вырезаю колечки. Готовую выпечку посыпаю сахарной пудрой. Такие колечки очень хороши как в теплом, так и в горячем виде. Они просто благоухают невероятным ванильно-сливочным ароматом. По структуре очень нежные и воздушные. Вообще, выпечка из творожного теста всегда беспроигрышный вариант. Обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам выпечка на творожном тесте и заинтересовал ли вас этот рецепт. А чтобы его сохранить, не забудьте поставить лайк. Посмотрите также рецепт яблочных пирожков на творожном тесте. Ссылочку вы видите наверху. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.